Привет всем любителям физики и физических экспериментов! С вами Андрей Щетников. Мы продолжаем разговор о потоках энергии и сегодня мы разберем задачу, о которой нам уже давно напоминают некоторые наши подписчики. В этой задаче рассматривается своеобразный трансформатор с удлиненным сердечником, у которого первичная и вторичная обмотки довольно сильно разнесены друг от друга. И такой трансформатор помещен в помещение с тремя комнатами. В одной первичка, в другой вторичка. А в среднюю комнату заходит наблюдатель, который не знает где находится первичка, а где вторичка. И вот ему предлагается, когда трансформатор работает, производя наблюдение только здесь, в средней комнате, узнать в какую сторону происходит передача энергии. Где находится первичка, а где находится вторичка. С какой стороны от него. И эта задача, конечно, является дополнительной к той задаче, которую мы рассматривали в первом ролике этой серии. Когда генератор и потребитель соединены проводами, по которым передается электроэнергия, и имеется опять-таки вот такая тайная комната, в которой находится наблюдатель. Он видит только два провода, проходящие от одной стенки к другой. Может регистрировать электрические и магнитные поля в этой комнате, и ему предлагалось определить, в какую сторону передается по этим проводам электроэнергия. И для начала мы вспомним основы теории, описывающие, как трансформатор работает под нагрузкой. Пусть число витков в первичной обмотке со стороны источника равно n1, а во вторичной со стороны потребителя равно n2. Когда трансформатор работает, у нас на каждом витке по закону электромагнитной индукции Фараде наводится одна и та же ЭДС, опозначимая ЭДС витка. И она будет равна напряжению первички, поделенной на число витков первички, и напряжению во вторичной, деленной на число витков во вторичной. Вот получаем первое такое равенство. Дальше. Создаваемые первичной и вторичной обмоткой магнитные потоки равны и противонаправлены. Ну, а поток пропорционален числу витков и току, протекающему по обмотке. Ну, соответственно, получаем второе равенство. И1 умножить на n1 равняется и2 умножить на n2. Теперь мы комбинируем эти два равенства и получаем, что и1 на u1 равняется и2 на u2. Входная мощность равна выходной. Ну, конечно, мы считаем, что трансформатор у нас идеальный и работает без потерь. Ну, и при этом вот такая же мощность должна передаваться и по магнитопроводу, вот в той самой тайной комнате, в которой у нас находится наблюдатель. И здесь некоторые люди удивляются и спрашивают, как же так? Если магнитные потоки, создаваемые первичной и вторичной обмотками, равны по величине и противонаправлены, то тогда получается, что полный суммарный магнитный поток в магнитопроводе просто равен нулю. Но как тогда осуществляется связь между первичной и вторичной обмотками? Ну, ответ здесь состоит в том, что этот поток суммарный, он все-таки нулю не равен, а равен он тому потоку, который создает первичная обмотка при работе на холостом ходу. И теперь самая главная идея, так что следите внимательно. По одному из уравнений МАКС, было записанных в интегральной форме, циркуляция магнитного поля H по замкнутому контуру, равна суммарному току, который проходит через площадку, натянутую на этот контур. Но при этом у нас все процессы медленные, и токами смещения я буду здесь пренебрегать. А тогда я рассматриваю два разных контура. Вот контур А, он весь проходит по магнитопроводу. Я интегрирую по нему и получаю, вот здесь у меня есть ток И1, который в одну сторону направлен, И1 на Н1 на этой стороне, а ток И2 направлен в другую сторону. И получается, что вот здесь стоит И2 на Н2 со знаком минус. Ну, вот эти два выражения, как мы помним, они почти равны, и поэтому вот такой интеграл, он очень маленький. А теперь я беру интеграл по контуру Б, который также проходит здесь сквозь катушку по магнитопроводу, а здесь перескакивает с одного плеча магнитопровода на другое. Ну и такой интеграл уже, он будет равен И1 на Н1, поскольку только токи в первичной обмотке проходят через этот контур. И он уже не маленький. Ну, получается, что вот здесь везде магнитное поле H внутри магнитопровода было малым, а вот этот интеграл не маленький, и это означает, что он весь сидит на вот этой части контура, которая перескакивает с одного плеча магнитопровода на другое. Это означает, что здесь у нас имеется существенное магнитное поле, но я эти стрелочки должен вот здесь везде нарисовать. И вот мы с Алексеем сделали два наглядных пособия, изображающие ситуацию в двух тайных комнатах. Здесь энергия передается по проводам, а здесь энергия передается по магнитопроводу. Ну и соответственно, желтые стрелки здесь показывают силовые линии электрического поля от провода с более высоким потенциалом к проводу к более низким потенциалам. А зеленые стрелки показывают силовые линии вихревого магнитного поля, которые охватывают провода. Ну и если мы по, значит, правилу Буравчика найдем произведение векторное Е на Б, то нетрудно видеть, что оно будет направлено туда. И значит, туда передается энергия. Так направлен вектор Пойтинга. И тем самым мы узнаем внутри комнаты, что вот здесь с этой стороны находится источник, а на той стороне потребитель. А теперь все тоже обсудим на примере магнитопровода в тайной комнате. Значит, веревки показывают две его ветви или два рукава, как говорят. Ну и соответственно, теперь зеленые линии магнитного поля направлены от одного рукава к другому. А желтые силовые линии электрического поля, оно и теперь вихревое, охватывают, ну, эти самые ветви магнитопровода. Ну, здесь изображена одна фаза, поскольку здесь у меня уж точно передается, как бы у меня переменный ток подан на источник. Ну и мы перемножаем, находим векторное произведение. Этот вектор направлен туда, вектор Пойтинга. Энергия передается в ту сторону. Мы знаем, где у нас находится источник, а где находится потребитель. Ну, дальше надо сказать, через, значит, фаза, когда сменится на 180 градусов. И желтые и зеленые стрелки сменят свое направление, а векторное произведение будет направлено туда же. Вот оно, направление передачи энергии. Мы его узнали. Ну, и еще надо добавить, объяснить, почему электрическое поле и магнитное здесь в одной фазе колеблются. Потому что электрическое поле, оно находится в той же фазе, что напряжение на источники и на потребители, а магнитное поле находится в той же фазе, что ток на источники и на потребители. Но и напряжение и ток, и на входе, и на выходе они сфазированы. А значит, сфазированы и электрическое с магнитным полем. Их произведение всегда, ну, как бы направлено тем самым в одну и ту же сторону. А теперь имеет смысл перейти от теории к эксперименту, но здесь имеется одна существенная проблема. Дело в том, что теория, о которой я рассказывал, была построена для идеального трансформатора, КПД которого равен 100%, и в котором от первичной обмотки ко вторичной по магнитопроводу тем самым передается 100% энергии. А реальные трансформаторы отнюдь не таковы. И это приводит к тому, что потоки, создаваемые первичной и вторичной обмотками, отнюдь не компенсируют друг друга в магнитопроводе. Ну и начинаются всякие сложности, с которыми не так просто справиться. И вот мы построили такую экспериментальную установку, провозились с ней полдня и таки получили результаты, которые хотя бы каким-то образом можно интерпретировать. Магнитное поле в окне магнитопровода мы будем измерять датчиком магнитного поля, а для измерения вихревого электрического поля мы намотали на ИРМО несколько витков провода, которые потом подключены к датчику напряжения. Ну а теперь мы подаем напряжение на первичку, нагрузка работает, лампочка светится, и это значит, что энергия передается от первичной обмотки ко вторичной посредством магнитопровода. Ну а теперь мы посмотрим на интересующие нас графики. Синий график здесь представляет напряжение на обмотке, которое пропорционально электрическому полю в окне трансформатора, а зеленым цветом магнитное поле все в том же окне трансформатора. Ну, в идеальной ситуации эти две синусоиды должны были находиться в одной фасе, а здесь мы видим, что они сдвинуты одна относительно другой. Но тем не менее, когда мы строим произведение этих величин, оно показано красным, видно, что почти весь период оно является положительным, ну и тем самым мы видим, что передача энергии через окно трансформатора действительно происходит. И настало время подводить итоги, и здесь я вновь хочу вернуться к модели идеализированного трансформатора, у которого магнитная проницаемость сердечника μ очень велика, и мы формально устремляем ее к бесконечности. Что мы поняли с Алексеем про такой трансформатор, так это то, что магнитное поле H в нем находится только в окне сердечника, а внутри самого материала сердечника оно пренебрежимо мало. Но это выглядит очень странным. Но для сравнения можно представить себе линию электропередач со сверхпроводящими проводами, сопротивление которых равно нулю. Тогда в такой линии электрическое поле Е будет находиться между проводами, а внутри проводов оно будет равно нулю. И это и будет полная аналогия. Хотя, как бы вот она непривычна, потому что мы с такого рода объектами имеем дело лишь в теоретическом рассуждении. Зато оно позволяет кое-что понять. А то, что техническая теория трансформаторов – вещь очень непростая, в которой есть до сих пор очень много спорных вопросов, обсуждаемых, но в этом может убедиться каждый, кому это интересно, заглянув в серию работ. Мансура Акмелыча Шахирова из Ленинградского политехнического университета. Они доступны в сети? Посмотрите, что там пишется. Может быть, хотя бы какую-то часть так воспримете, где формул мало, а больше слов. Ну, а ваши недоумения, комментарии, всякие соображения, вы, как обычно, можете писать под этим роликом на Ютубе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова